Приветствую всех любителей бессероплетений! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И сегодня я хочу посвятить наш урок, как оплетать кольца разные. Кольца могут быть совершенно различного размера, различной толщины. Ну, вот я вам покажу сейчас несколько из них. Вот посмотрите, у меня есть вот такие вот колечки. Они разные по толщине. Разные по диаметру, разные у них внутренние отверстия. И вот такое колечко. Это у меня ракушечник, вот такое красивое кольцо. И оно достаточно тонкое, вот где-то один миллиметр. Но вот такое оно в оплетении у меня. Это точно такое же колечко. И я хочу сегодня на примере вот такого колечка показать вам, как можно оплести любые кольца, в принципе. Но какие-то изменения можете вносить уже в процессе работы. Итак, нам понадобится, то есть, ну, это, конечно же, я взяла. Вот посмотрите, у меня здесь есть крупный бисер. Я его решила заменить вот на биконусы. 3 миллиметра биконусы. Я взяла здесь бисер Тоха в пятнадцатом размере. Я взяла чешский бисер десяточка. И еще один чешский бисер тоже десяточка. Вот. Значит, размеры кольца я вам говорить не буду. Не буду мерить, так как это не имеет никакого значения. Я вам покажу, как можно оплетать кольца. И вы, в принципе, будете уже исходить из техники, какую я вам покажу, применяя ее к вашим личным колечкам, какие вы будете иметь. Итак, я приготовила уже иголочку с леской. И я буду набирать вот этот мелкий бисер. То есть мы начнем с внутренней стороны оплетать наше кольцо. Я буду набирать на мою леску какое-то количество бисера. Желательно, чтобы оно было четным. И колечко из этого бисера должно быть ровным по колечку внутреннего отверстия. То есть вот здесь должно вмещаться мое колечко. Набираем. Вот я набрала уже сорок бисерин. И мы сейчас проверим, как у нас вот все это будет укладываться в центр нашего колечка. То есть я пройду в бисере... Ой! Можно даже несколько пройти сразу. Вот так. И мы попробуем уложить наше колечко в центр. Вот. Видите, что получается? Ну, больше я набирать не буду, потому что будет слишком тесно в центре. И будет нечетное число, возможно. А мне так сорок бисерин получилось. Нормально. Как раз нормально, да? Вот я пройду следующий ряд Мозаикой. Как видите, я сразу узелочек здесь не завязываю. Можно и так пока что проходить. Это даже лучше, потому что не будет перенатягиваться леска слишком сильно. А вы сможете нормально набрать вот этот бисер, да? И потом уже, когда подойдете к тому месту, где ваш кончик, там завязать. Так. То есть, если мы набрали изначально 40 бисерин, то сейчас мы должны 20 бисерин новых набрать для мозаики. Так, двигаемся по кругу. По кругу двигаемся. Вот что у меня получилось. Вот такое колечко. И у меня в ряду теперь не 40 бисерин, а 20 бисерин, так как мы в мозаике через одну бисерину двигаемся. И я вот здесь середину делала вот как звездочка, да? В звездочке 5 лучиков, и 20 бисерин делится на 5 лучиков по 4 бисеринки. То есть, я начну сейчас оформлять вот эту звездочку, причем крайние бисеринки звезды должны быть другого цвета. Поэтому, значит, у меня здесь 3 бисеринки мелких я набираю. То есть, я опять мозаикой плету. Три мелких. Раз. Два. Три. И одна десятка. Опять три пятнашки. И одна десятка. И так по кругу делаем. Вот у меня получилось вот такое колечко с пятью бисеринками бронзового цвета, да? И я вышла в первую бисеринку мелкую. И теперь снова набираю. Теперь я уже набираю две. То есть, на убывание у меня идет один, и на добавление второй бисер. То есть, вот так. Две набрали. Теперь перед бронзовой и после бронзовой набираю бронзовые. 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 И две пятнашки. Снова бронзовая до бронзовой. И бронзовая после бронзовой. И так двигаемся по кругу. Вот теперь вот такое колечко у нас. И мы продолжаем проходить мозаикой. Но опять у нас теперь в центре только одна мелкая. И опять добавляем по две с каждой стороны от бронзовых. И вот так. То есть, мы делаем лучики. Мы не добавляем. Только с краев добавляем бронзовые. А в центре между бронзовыми не добавляем ничего. Просто звездочку делаем. Опять в центре одна мелкая. Добавляем бронзовую. И проходим по всем трем бронзовым. Вот так. Если у вас получится сразу все, то вот так. После бронзовых снова бронзовая. В центре одна мелкая. И опять бронзовая. Проходим по всем трем бронзовым. То есть, мы делаем сейчас лучик. Еще бронзовая добавляем. И в центре одна мелкая. И так по кругу. Двигаемся по кругу. Вот что мы имеем на данный момент. И я вышла в центральную мелкую. Больше мы вот этот мелкий добавлять не будем. Добавляем только крупный. И проходим по всем бисеринкам. Какие у нас здесь есть бронзовые. Вот так. По всем бисеринкам. Добавляем только по одной. С каждой стороны от набранных нами ранее. И проходим по всем пяти бисеринкам. Какие у нас здесь есть. Добавляем после них снова бронзовую. Входим в одну верхнюю мелкую. И двигаемся дальше. И так по кругу. Вот что у меня получилось. И мне осталось пройти последний ряд. Добавляем по одной бисеринке. Между всеми вот этими бронзовыми. Для этого мне надо пройти по всем семи бисеринкам. Добавляем каждого лучика. Вот так. И добавляем последнюю бисеринку на вершину. И опять проходим все бисеринки. Чтобы сделать следующий лучик, нам надо проходить по всем бисеринкам, какие у нас здесь уже есть. Так двигаемся по кругу, чтобы сделать вот эти все лучики. Двигаемся по кругу. Вот посмотрите, что у меня уже есть. И я теперь начну все то же самое делать с противоположной стороны. Но кое-что еще украсим. Итак, я перешла на противоположную сторону и начну здесь. Буду следить, где у меня вершина, чтобы здесь, то есть вот здесь, чтобы у меня была бронзовая, а дальше уже мелкие. Итак, мне здесь надо еще серебристую. Или серая она такая. Так. Я хочу, чтобы у меня вершины были в одном и том же месте. Поэтому я смотрю сейчас симметрично, чтобы было. Одну бронзовую добавляю. вот на этой стороне, чтобы симметрично было. Дальше три мелких. Раз. Цепляется. Раз. Вот это мы так. Запутались. Дальше. 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 нас здесь бронзовая дальше опять пошли 3 мелких 1 крупная 3 мелких 1 крупная и так по кругу значит хочу сказать что вот мы здесь уже должны вставить то что мы уже сделали вставить само кольцо иначе дальше мы уже не сможем просто этого сделать придется распускать часть вот и я сейчас постараюсь установить мое колечко бронзовая так ну вот и продолжаем дальше плести продолжаем дальше плести три мелких 1 бронзовая итак по кругу двигаемся вот что у нас есть и я вышла к месту где вот мне нужно добавлять по одной бронзовой от той которая уже имеется бронзовая бронзовая 2 и 2 мелких и 2 мелких снова 2 бронзовые добавляем то есть мы здесь вот повторяем пока что все что мы сделали на противоположной стороне делаем симметрично так как все таки у меня вот этот кулончик это колечко до скажем так это колечко она не совсем одинаковая с двух сторон я могу сделать их по-разному вот эту при оплёточку а могу сделать и одинаковое вот я остановилась на том что я сделаю все-таки с одной стороны одно плетение а с изнанки другое вот оно так получается хотя в процессе удержания вот в целости этого кулона все-таки играет то что мы здесь столько вот ставим страховок именно с обоих сторон не хочет бисеринка на иголочку браться двигаемся по кругу так выглядит уже моя конструкция до следующий ряд у нас одна центральная а нет здесь я заканчиваю двумя и на этом ряд у меня заканчивается да и начинаем следующий ряд вот я пройду сейчас все бронзовые и начинаю после бронзовых добавлять бронзовая 1 и центральная 1 мелкая бронзовая захожу в первую набираем набираем биконус захожу в третью набираю бронзовую и здесь центральная 1 серебристая мелкая снова бронзовая биконус бронзовая и пятнашка в середине бронзовая бронзовая биконус бронзовая и так далее двигаемся по кругу по всем бисерин очкам нам нужно пройти все заполнить убежали двигаемся по кругу вот что у меня получилось и я уже прохожу этот ряд у меня уже не надо добавлять мелкого я добавляю бронзовая захожу в эту центральную мелкую бронзовая захожу в бронзовую набираю бронзовую захожу в биконус бронзовую выхожу в следующую бронзовую и опять набираю бронзовую что-то возможно надо немножко постараться отклонить чтобы у вас иголочка не заходила куда не надо так заходим следующую бронзовую набираем бронзовую заходим биконус снова бронзовая выходим в бронзовую добавляем еще бронзовую через серединку вот эту мелкую проходим и так по кругу проходим по кругу